Это рукопись, пожалуй, самое яркое сокровище в коллекции бендерской общины староверов. Синий, розовый, бирюзовый и много-много золота. Те, кто разбирается в старобрядческих книгах, сразу поймет, эта книга певческая. Вместо нот здесь особые крюки, они называются знамена. Роспись родом из гуслицы, это под Москвой. Этот фолиант – начало 20 века. Как он попал в Бендеры, неизвестно. Такая же загадка и с многими другими изданиями в хранилище Покровской старобрядческой церкви. Это старопечатный акто их, изданный на Московском печатном дворе, печатником Андроником Тимофеевым, сыном Невежи, в 1594 году. Это не просто талантливый печатник, но еще и великолепный гравер. Эту выставку старобрядческих и церковных книг открыли прямо в действующем храме. Теперь это еще и настоящий музей, только необычный. Здесь нет часов приема и обеденного перерыва. Об экскурсиях договариваются заранее, по телефону. Гостей приглашают, когда не проводят церковные службы. Сейчас у всех есть возможность увидеть изнутри храм и все, что обычно. Староверы тщательно прячут от лишних глаз. Посетив такой музей, получается, что не только приобщаешься к культуре, книжности к древнерусской. Но имеешь возможность поставить свечу, помолиться на древнерусскую старинную икону, проникнуться духом, атмосферой храма. Показать старинные книги миру, чтобы сохранить их для потомков. Это цель проекта «Древнерусская книжница». Год назад его авторы, матушка Ксения и отец Андрей из старобрядческой церкви в Бендерах, получили президентский «Грант» и начали реставрировать книги, которые хранились здесь. Мастеров пригласили из Москвы. Восстанавливать древние издания – дело очень хлопотное. Старинные книги, 16-17 век, они же в основном нецелевозные, они сделаны из ткани. И так как они замусоленные и грязные, мы их стираем. В полном смысле слова. Поэтому только после стирки они вылеживают специальным прессом. Обложки – это кожа. Это кожа настоящая, это не кожезаменитель. И эта кожа со временем, она отрезкается. В хранилищах Бендерской общины старообрядцев несколько сотен изданий – печатных и рукописных. На этой выставке только малая часть из них. Увидеть ценные образцы книжного искусства можно будет до августа. Потом здесь подготовят новую экспозицию древних русских книг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова